Воскресенье Славущего Также режиссер Владимир Меньшов, Алексей Учителя Павел Чухра и актер Сергей Гармаш, продюсер Игорь Угольников, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, продюсер Александр Роднянский, президент Владимир Путин и Министерство культуры Российской Федерации прислали траурные венки, сообщает одно известное издание. Гроб с телом артистки несли ее сын Федор Бондарчук, а также внуки Сергея Константин. В то же время в телеграм-канале Немалахов отметили, что это плохая примета. Согласно русским народным традициям, нести гроб должны соседи, знакомые, друзья или коллеги покойные, но родственникам делать это строго запрещено. У данного табу есть два возможных объяснения. Одни знатоки народных поверьей связывают запрет с желанием оградить семью покойного от возможных новых смертей, чтобы следом за усопшим родственникам не ушли в мир иной и те, кто нес его гроб. Согласно другой трактовке, мертвец может затаить обиду на близких по крови людей и решить, что они рады поскорее отправить его на погос. На счету Ирины Скопцевой более 70 ролей в кино, в числе наиболее известных кинолент с ее участием «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Обыкновенный человек», «Зигзаг удачи», они сражались за родину, единожды солгав. Субтитры создавал DimaTorzok